В отделе комплектования и обработки литературы стоит особый запах свежих книг. Здесь их регистрируют, вносят в электронный каталог и распределяют между библиотеками. В централизованную библиотечную систему Тобольска входят две центральные и восемь филиалов, расположенных в микрорайонах города. В первой половине года фонд пополнили 4000 новых книг. В центральной, конечно, побольше экземпляров. Это все зависит от количества зарегистрированных пользователей, от площади. А в библиотеке филиалы чуть меньше. Но, тем не менее, везде у нас есть литература и детская, и краеведческая, и художественная, и отраслевая. При комплектовании фонда учитывают потребности посетителей, благодаря чему интерес читателей не угасает. В библиотеке поступает детская литература, а для самых маленьких – книжки-малышки, а также объемные 3D и серии, уже полюбившиеся юным табаликам. Для взрослых – краеведческая литература и классика, произведения, получившие литературные премии, а также книги известных и современных авторов. Чтобы каждый мог познакомиться с новинками, библиотекари организуют виртуальные выставки. О новинках можно узнать на нашем официальном сайте в разделе «Почитайте». Там вот как раз представлена новая литература, интересная литература, которую можно прийти и почитать. Также у нас на сайте есть электронный каталог. Если вас что-то интересует, вы можете вбить название книги или автора и узнать, есть эта книга или нет, и уже прийти и взять. Библиотеки Тобольской ежегодно проводят ревизии своих фондов. Так выявляют ветхую, устаревшую, дефектную и непрофильную литературу, которая рекомендована к утилизации. В этом году таким книгам решили подарить вторую жизнь, реализуя практику города Москвы, списанные книги, размещенные на платформе смарт-тека. Если раньше мы их утилизировали по ветхости, сейчас были переработаны документы официальные, и благодаря этим документам мы можем книги, которые хотя бы не просто по ветхости, а именно не соответствуют времени, допустим, учебники по бухучету, по экономике, все постоянно меняется. Эти книги мы можем подарить читателям. На официальном сайте учреждения в разделе «Списанные книги» можно узнать список такой литературы, забронировать книгу по телефону или получить ее лично. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.